Но если проблемы со здоровьем можно выявить и на ранней стадии, то отклонение в психическом развитии ребенка вовремя заметить очень сложно. Как гаджеты, компьютеры и телефоны негативно влияют на детей и стоит ли своих чат ограничивать от современных игрушек? Сегодня нам расскажет кандидат психологических наук Елена Калягина. Елена Александровна, здравствуйте, присаживайтесь. Ну, первый вопрос. Как использование гаджетов, планшетов, телефонов, вот таких устройств влияет на психологическое развитие ребенка? Да, конечно, влияние это безусловно. Мы не можем оградить современного ребенка от компьютерных технологий, от гаджетов. Естественно, влияние на лицо. Это и нарушение общения со сверстниками, это эмоциональная неустойчивость, повышенная агрессивность и, естественно, низкий самоконтроль. И я бы вот что хотела бы еще отметить. Сюжетно-ролевая игра, которая была всегда ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, она уходит из жизни детей, и на ее место приходят компьютерные игры, предметные игры, а ведь как раз в этой игре дети и учатся общаться друг с другом. К сожалению, это наша современность и действительно страдает психологическое здоровье детей не только в подростковом возрасте, но и в раннем и в дошкольном возрасте. Вот как раз о возрасте. Скажите, вот до какого возраста ребенка вот, так скажем, такая техника, на такую технику табу должно быть? Ну, я думаю, дошкольный, ранний возраст дошкольный однозначно до 7 лет. Но специалисты говорят, что до 11 лет не стоит покупать дорогие гаджеты детям с выходом в интернет и так далее, тому подобное. Если родители хотят, чтобы у ребенка был телефон, скорее всего, нужно купить более простой телефон и туда закачать простые развивающие игры, головоломки, свойственные детям этого возраста, и, может быть, позитивные мультипликационные фильмы. Ну, а вот что делать родителям, если советы какие-то, вот если не могут они, да, отказать ребенку, и он все-таки играет вот с этими устройствами, можно ли как-то заметить, что вот у ребенка уже начались какие-то психологические отклонения? Многие родители покупают дорогие телефоны, приставки своим детям, чтобы удовлетворить его запросам и потребностям, чтобы он был богаче, лучше, чтобы нравился сверстникам. Но они забывают о психологических аспектах, так как ребенок уходит от реальности, которая его не устраивает, ему интереснее игра, виртуальные герои, нежели, чем реальные люди. И, естественно, с возрастом этот механизм будет формироваться все сильнее и сильнее, и придут другие игры, придут игры в социальных сетях, придут игры долгие, скажем так, которые будут влиять на психосоматику ребенка, и, естественно, это зависимость, психологическая зависимость. Спасибо, Елена Александровна. А я напомню, что на наши вопросы сегодня отвечала кандидат психологических наук Елена Калягина.